Книга «Открытым оком», тема «Обращение ко Христу», пятый том, вопрос 1453, Евангелие от Иоанна, 7 глава, 37-38 стихи. Последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря, «Кто жаждет, иди ко мне и пей! Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой?» Можно ли этими стихами пользоваться для доказательства, что веровать следует не столько на основании чудес, сколько на основании Писания? Как понять, из чрева потекут реки воды живой? Про кого это сказано? Что за чрево? Почему реки, а не река? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Дальнейший стих разъясняет, что за вода и откуда она потечет. Евангелие от Иоанна, 7 глава, 39 стих. «Сие сказал Он о духе, которого имели принять верующие в Него, ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен». Из уст с языка потечет проповедь, свидетельство о любви Божией, об искуплении во Христе Иисусе, так как сегодня православные не могут проповедовать и говорить согласно из Библии, а все на преданиях неизвестного происхождения, глупых и противоречащих Библии, да на снах, да на чудесах, на мироточении, которые может и дьявол сотворить, и реками этого мира затопить в конец одураченных людей, православных слепцов, и на канонизациях безумных, то у них и течет не вода живая, а что-то другое, тухлое, богопротивное, и, конечно же, не живое, а мертвое. Дух Святой определенно называет водой, слово свое, исполненное благодатью Духа Святого. Притча Соломонов, 18 глава, 4 стих. «Слова уст человеческих, глубокие воды, источник мудрости, струящийся поток». Исайя, 44 глава, 3 стих. «Ибо я и залью воды на жаждущие, и потоки на иссохшие, и злию дух мой на племя твое, и благословение мое на потомках твоих». Книга пророка Амоса, 8 глава, 11 стих. «Вот наступают дни, говорит Господь, когда я пошлю на землю голод. Не голод хлеба, не жажду воды, но жажду слышненья слов Господних. Эфесин, 5 глава, 26 стих. «Чтобы осветить ее, очистив баню водою посредством слова». Реки – значит, постоянно новые проповеди. На все темы, на все вопросы, все в любви, в строгости, приготовляя всех к пришествию Христа. Реки очистительной воды. Чтобы реки текли, нужно моря пить. Значит, могут ли православные стачать эти реки, если Библия у них ни на каком месте? Они испускают мутные потоки, как по улицам весной. Всякие басни, различные легенды, прискиски спасения из ада после смерти, лжи и чудеса Гурьяновых и Снычевых, о мудрости старогородского безумия. Сектанты же вообще не знают толкования святых отцов и потому уклоняются в бредни своих измышлений, тонут в своей блевотине, что кому на ум взбредет, так и толкуют, то и изрыгают по Рогозину и по Бокмелдору, Скофилду, Уайт, Баркли, в восхищении церкви о тысячелетнем царстве. Исайя, 28 глава, 8 стих «Ибо все столы наполнены отвратительной ублевотиной, нет чистого места». Иеремия, 23 глава, 30 стих «Посему вот я на пророков, говорит Господь, которые крадут слова мои друг у друга». Веровать нужно только на основании Писания, забыв обо всех чудесах, чтобы не стать подобным христораспинателем и жидом. 1 Коринфянам, 1 глава, 22 стих «Ибо и иудею требуют чудес, и эллину ищут мудрости». Иоанна, 20 глава, 29 стих «Иисус говорит ему, «Ты поверил, потому что увидел меня, блажены невидевшие и уверовавшие». Чудеса мешают вере и очень-очень часто уводят не ко Христу, а в ад. 2 Фессалоникийцам, 2 глава, 9 стих «Того, которого пришествие по действию сатаны будет со всякую силу и знаменем, и чудесами ложными». 2 Коринфянам, 11 глава, 14 стих «И неудивительно, потому что сам сатана принимает вид ангела света». Это слово Христа относительно абсолютно ко всем, кто соединился Духом с Богом, кто живет с воскресшим Христом и несет благую весть погибающему миру, являясь сам светом и носителем воды погибающим в знойной пустыне. Сама добрая весть – это благая весть, что Бог отдал за нас Сына Своего Единородного, и мы можем спастись, воскреснуть из мертвых». Притча Соломоновых, 25 глава, 25 стих «Что холодная вода для истомленной жажды души, то добрая весть из дальней страны». Исайя, 49 глава, 10 стих «Не будет терпеть голоды и жажды, и поразит их зной и солнце, и милующий их будет вести их, и приведет их к источникам вод».